шалом друзья приветствую вас из крыма сегодня записываю это очередное видео оно будет не очень большим и на эти 90 процентов наверное всех видеороликов у нас на канале они касаются тем духовных то есть мы ищем какой-то глубины исследуем и делимся полученными вещами но также иногда приходится делиться какими-то не очень духовными вещами скорее такими жизненными но иногда знаете вот эти вот жизненные мелочи они могут блокировать вот эту духовную глубину которой мы ищем о чем хочу сказать сегодня знаете мы ну вот раз вы смотрите этот ролик значит вы пользователь виртуального так называемого мира пространство и сегодня в виртуальном мире виртуальный мир стал для людей уже неотъемлемой частью жизни он постоянно с нами в телефоне дома всякие гаджеты компьютеры интернет и у нас там друзья знакомые служение даже целое есть и нельзя сказать что это что-то маловажное и незначительное на самом деле виртуальный мир стал уже значительной важной весомой частью жизни человека современного так вот когда выкладываю ролики на youtube вконтакте на фейсбуке ну больше в других соц сетях я не нахожусь но instagram еще до бывает там что-то но там таких проблем у меня не не было в основном это youtube место где можно высказать свое мнение и я хочу сказать что я столкнулся с тем что очень много людей не имеют элементарной культуры общения и поведения люди не понимают что перед тем как обратиться к незнакомому я не говорю уже знакомым тебе человеку нужно сказать здравствуйте это так просто но люди забывают это делать и вместо того чтобы написать здравствуйте у меня есть вопрос или здравствуйте я хочу узнать а почему вы сказали так а я вот считаю так многие не считают нужным как-то здорово отца сразу вот так вот найти в лоб ты не прав и можно сказать но как бы эта культура поведения может людей не научили в детстве родители но я вырос с бабушкой то есть без папы без мамы я рос бабушка работала целый день то есть я был предоставлен сам себе в основном всю мою такое сознательное детство естественно я проводил детство на улице в компании друзей и никаким манером общения меня мои друзья поверьте не учили скорее наоборот но когда я вырос почему-то до меня даже дошло как-то я понял что для того чтобы общаться с людьми надо иметь какое-то элементарное уважение какое-то такую-то тактичность какое-то правило поведение никто меня этому не учил и почему я понял это сам и почему этого не могут понять уважаемые христиане которые пишут свои комментарии мнение какие-то свои высказывают свое несогласие вы поймите я за себя скажу конечно может быть эти люди которые о которых я говорю они не будут ничего это слушать но если 30 к 40 годам они не научились культуре поведения вряд ли этот ролик научит их но я хочу обратиться больше к тем людям которые смотрят вот смотрят нас в данный момент и вы начинаете какую-то деятельность в виртуальном пространстве то есть какие-то делаете ролики выкладываете какие-то сообщения какие-то свои мысли делитесь откровениями или просто делаете репост служение из вашей церкви то есть вы каким-то образом используете интернет пространство для того чтобы что-то доносить что-то нести что-то вещать что-то выкладывать туда вы обязательно будете сталкиваться с вот этим хамским поведением знаете неважно верующий человек это или не верующие есть очень такое емкое слово для хамов для такого хамского поведения в нашем современном обществе называется оно быдло то есть есть очень много быдло к сожалению христианского быдло не меньше чем не христианского так вот с быдлом пусть обижаются не обижаются там на меня если кто это будет слушать и скажет нельзя так говорить о людях можно найти можно почему нет если человек ведет себя как быдло но наверное он быдло и на эти нет никакого смысла я обращаюсь к тем кто вот тоже двигается через интернет пространство нет никакого смысла с ним связываться то есть вот с этой категории людей хамов которые начинают общение не с приветствия не просто они не могут просто элементарно поздороваться и потом уже о чем-то говорить я с такими людьми даже не общаюсь и не вступаю никогда в диалог потому что человек который себя ведет так он он приходит не за истиной он приходит покрасоваться потыкать на это порода такая людей природа у них такая ничего с ними не сделаешь и на эти один из аргумент аргументов на который подобные люди ловят вот новеньких таких еще молодых служителей вот в виртуальном пространстве вы боитесь обличения вы боитесь вы удаляете комментарии знаете я всегда удалял и буду удалять вот эти хамские комментарии от христианского быдла обижаются не обижаются они никогда это с этим этого не будет вот там где бог дал мне нести ответственность и они пишут как они играют на малодушие ты боишься обличение ты удаляешь комментарии ты боишься слушать правду знаете вот простой пример я иду по улице и натыкаюсь на нот знаете как бы несколько раз мне уже там говорили зачем ты говоришь слово дерьмо это плохое слово не надо его говорить ну ладно будем буду так говорить говно вот чтоб никто не обижался то есть и вот лежит куча говна кто-то вот нагадил просто на на тротуаре знаете что я делаю я обхожу эту кучу не из-за того что я ее боюсь а я не хочу вонять я не хочу соприкасаться с этой кучей не из-за страха или и еще и каких-то комплексов неполноценности я просто имею здравомыслие которая говорит мне а байди не связывайся вот то же самое в виртуальном мире не позволяйте себя дорогие друзья служители вот кто вещает что-то в виртуальном пространстве не позволяйте себя втягивать какие-то разборки никогда не оправдывайтесь перед вот подобными людьми которые не имеют элементарной культуры общения с другим ей не говорят духовности простые аспекты вы знаете человек которым живет святой дух он культурный человек он воспитанный он никогда не будет жить как быдло и брызгать слюной пытаясь кого-то в чем-то обвинить или ткнуть носом но окей просто это вот такой вот мой совет всем ну как бы людям которые двигаются в интернет пространстве не обращайте на это внимание не реагируйте если я вижу допустим у нас вот у нас есть youtube канал там находится ну несколько тысяч человек за которые я чувствую ответственность за то что там происходит если я вижу что человек пишет в комментариях кита хамские неуважительные вещи я удаляю если я вижу человек делает это без злого умысла но просто как-то неудачно выразился конечно я не буду ничего делать но если вижу что это повторяется раз-два-три убираю этого человека но если я натыкаюсь на быдло в комментариях на хамство и открытое блокирую сразу без предупреждения без смс и не и никаких этих кодов то есть сразу в черный список убираю просто подобные подобных граждан из с нашего канала и знаете хорошо хорошо без вот этих споров и разборок теперь смотрите за что обличают люди приходят на канал или там в контакте или фейсбуке и начинает обличать за внешний вид вот еще это ты так такая прическа что это вот там серьга вот 5 10 штаны не те и там знаете ну так скажу в как бы за штаны лет узкие штаны у тебя меня как-то обличали дух блуда вот через узкие штаны найти если человек в широких штанах с карманами и это еще не значит что там духа блуда не может находиться там еще не понятно что он в этих штанах там делать ничего не видно если в узких все сразу видно становится если что-то не так то в широких там непонятно чем занят человек так что ничего это не показатель но ладно за одежду за внешний вид за манеру общения обличают то есть ты нельзя так шутить нельзя так говорить нельзя такие слова использовать обличают за толкование слова вот ты неправильно сказал то это не так это не не сяк то есть за там стиль музыки который на служении ну и так далее тому подобное то есть все как бы люди стараются обличить с позиции библии то есть в защиту библии защиту истины в защиту как бы вот чтобы было свято чисто многие это делать достаточно искренне но не все так вот хочу сказать вот самое важное ради чего этот ролик вообще выпущен на канал то есть вот этот момент смотрите если вы решаете встать на защиту библии бога истины вот правильности какой-то святости нужно быть последовательным и следовать то есть если я защищаю библию нужно следовать библии в этих моментах то есть обличение или какого-то упрека как учит в таких случаях поступать само слово сам бог и в евангелии написано что если ты имеешь что-то против брата если брат против тебя согрешил то есть вот у кого-то ко мне претензия за мою прическу за сережку за внешний вид за учение за манеру говорить за стиль музыки за то что как я трактую писание как я использую слова в тех или иных ситуациях вот у вас есть вот у тебя конкретно ко мне претензия ты чувствуешь себя уязвленного ли ты чувствуешь что я согрешил где-то вот в каких-то своих действиях что га сказал иисус пойди и выскажи это ему один на пойди и обличи его лично не в комментариях которые читают сотни людей вот так вот выйти не здрасте не до свидания ты там такой вы такие вы неправильные и так далее если вы встаете на защиту библии так действуйте библейскими методами надо быть последовательным но если вы как бы защищая библию истину но сами поступаете не по слову не поистине я лично слушать такие обличения никогда не буду не так давно это редкий случай когда кто-то лично напишет ведь есть возможность написать я не знаю как насчет ютуба там когда-то были личные сообщения но есть контакт есть инстаграм есть фейсбук куда можно писать личные сообщения и человек который хочет пообщаться лично он спросит как вам написать дайте пожалуйста у меня есть вопрос к вам написать в комментариях я всегда даю свои вот эти ссылки контакт facebook и не так давно вот один брат может он будет смотреть это видео я удивился он написал мне в контакте здравствуйте здравствуйте ну неужели так сложно поздороваться смотрите опять же я вырос на улице я был хулиган панк но почему я понимаю что обращаясь к человеку незнакомому надо говорить вы здравствуйте у меня к вам вопрос это так просто это так легко но если я начинаю свое послание с фразы ты такой ты не прав простите это это хамство и это быдло и и не знаю мне кажется быдло но царство божьего не наследует но это лично мое мнение я не на что не претендую поэтому я общаться не буду никогда с таким человеком так вот этот парень написал этот брат здравствуйте там пастор или как он меня назвал вот вы сказали в такой-то проповеди это это и это я не согласен я не могу понять почему вы так сказали объясните пожалуйста или я что-то неправильно понимаю он изложил свою позицию я написал ему ток что я имел ввиду но может как-то вот я выразился неправильно не все понял человек он задал еще несколько вопросов получил несколько ответов он сказал спасибо теперь мне стало понятней что вы имели в виду мы благословили друг друга и попрощались неужели это так сложно делать во первых сохранились отношения сохранился мир не пришлось никого блокировать ничего уделять не осталось никакого даже негативного са осадка и человек получил ответы которые он хотел это так просто так что если у вас есть претензии ко мне к дмитрию крюковского там где бои к ребаю языку какому-то еще служители не надо это писать на весь мир чтобы все увидели что какой-то правдоруб ваня у меня кстати есть черном списке там правдоруб так и называл себя правдоруб ну чтобы понятно было правда руб ваня обличил самого и кого-то там из служителей он не побоялся сказать правду в лицо так ты не по библии ваня действуешь ты защищая слова нарушаешь слова сохраняйте последовательность в действиях поэтому вы скажи один напиши в личных сообщениях лично человеку свои вопросы свои претензии свои обличения и попробуйте пообщаться не послушает написано возьми двух-трех свидетелей и вместе с ними попробуй обличить не послушает их дело это уже перед всей церковью не послушай церкви пусть он будет тебе как язычник и мытарь то есть есть культура общения есть духовная культура которая учит нас само слово если вы берете за такое непростое ремесло как обличать людей в интернете в их неправоте извольте быть последовательными в своих действиях и когда вы обличаете делайте это лично один на один конечно не говорю там ехать сюда в крым или еще куда-то лететь в юар чтобы обличить дмитрия крюковского найдите контакт у дмитрия тоже есть фейсбуке аккаунт ответит он вам или нет это уже другой вопрос понятно это уже его личное дело но я если я вижу адекватного человека который начинает свое общение с приветствия я уже расположен ответить и пообщаться но если человек начинает вот с такими то конечно я не я обойду эту кучу я не буду влазить туда я не хочу вонять потом после общения этого за себя скажу я лично перестал комментировать какие-либо видеоролики в такой обличительной форме там а написано и пятое десятое вы знаете словом то можно все что угодно провергать до слова может само себя опровергнуть если в руках идиота находится время войне время мира вот и пойми чему время всему свое время поэтому одному бог говорит война другом говорит мир для того время войны для этого время мира все шах и мат как тут быть без духа святого мы никогда не сможем следовать слову потому что мы не будем знать любить или ненавидеть а всему свое время и так так подытоживаем нужно культура общения в виртуальном мире понятно никто не видит нашего лица я советую пожалуйста пожалуйста кто кто слышит меня общайтесь друг другом уважительно на на вы не важно что человек ниже ваш там статусом или не духовнее в ваших глазах обратитесь здравствуйте на вы не забывайте приветствую и тогда диалог может состояться но если человеку ему не нужны мои ответы ему не нужно мое понимание и объяснение как вот этому парню который мне написал в вконтакте он просто заходит свое фея такое вы выставить я не согласен и и чтобы ты ему не говорил он у него уши закрыты и глаза он не собирается даже докапываться до истины вот такие вот дела поэтому советы я высказал чувство это горело у меня с утра в сердце поделиться особенно я понятно еще раз повторюсь вот в конце я не питаю иллюзий что кто-то меня какие-то хамы услышат виртуальные и изменятся я говорю к тем кто вышел вот на это поприще общался с одним братом говорит слушай я вообще ушел с контакта с ютуба с фейсбука пуша всеми втягивался в эти споры разборки терял мир терял силой за этого вот чтобы этого не повторялась не тратьте никогда свое время на хамов никогда не оправдывайтесь никогда не объясняйся человек подходит к вам без элементарных норм уважительного поведения какой-то тактичности не тратьте на него время одна женщина мне писала и вот такой какой-то форме там ты да да я говорю вам надо поучиться общаться с людьми и она когда я вот такая как есть вот такая как есть до свидания я говорю до свидания и вот общайтесь с кем-то другим кому нравится такая форма общения когда ты я да вот оно должно подобное с подобным я с такими людьми общаться не хочу но по крайней мере по доброй воле своей пока есть возможность такая вот так так что никогда не ведитесь не вдавайтесь втягивать в споры никогда не видите на дороге куча лежит обойдите и обойдите не на это не страх это не слабость это мудрость мудро видит беду и укрывается это не слабость это не трусость пусть они считают все что им хочется считать я рассказываю так кузьмин такой трус удалил мой комментарий боится слушать истину пусть считает если им от этого легче моська знать она сильна куль лает на слона ну пусть себя считает таким вот обличителем каких-то не знаю религиозных вождей главное что считает господь мы же должны сохранять мир шалом и просто делать то к чему бог нас призывает кому это открыто тот это понимает и слышит кому не открыто я ему глаза открыть не смогу даже сам господь иисус сказал никто не может прийти ко мне если не привлечет его отец вот так вот давайте не только любить друг друга но еще уважать также все всем с богом хорошего вам дня как или ночи когда вы там будете смотреть и и благословение пусть божья обильно обильно наполняет вашу жизнь аминь